В субботу, 27 марта, это через две недели, у бегунов-любителей открываются сезоны. У нас пройдут первые официальные соревнования. Весенний полумарафон в Новокотовске организует Игорь Буагий. Он с нами на связи. Игорь, привет! Всем привет! Игорь, ну рассказывай, как стартует беговой сезон в республике? Куда бежим? Сколько бежим? Где бежим? Как вы говорили, 27 марта при поддержке администрации президента ПМР, при поддержке государственной службы по спорту, также при поддержке администрации города Слободейского района, а также при поддержке администрации села Фрунзе организовываются мероприятия «Весенний полумарафон». Будет место старта и финиша возле села Новокотовска, это прошлый год, вспоминайте. Бежим до Фрунзе, если это полумарафон, разворачиваемся и бежим обратно в сторону Новокотовска. Ну, Новокотовск, это не доезжая Первомайска, с левой стороны, там буквально несколько километров перед Первомайской. Да, да. Игорь, всем ли по силам пробежать марафон? И если бегун начинающий, то с какой дистанции ты ему посоветуешь начинать? Ага, если начинающий бегун, есть дистанция 500 метров, фан-дистанция, потом есть более-менее, поболее, это 4 километра, но тоже для начинающих можно пробежать легким темпом, медленным темпом. Но пробежать полумарафон начинающим не рекомендую, это все-таки дистанция длинная, 21 километра, все необходима подготовка. Подготовка хотя бы месяц, хотя бы месяц. Ну, то есть это в среднем человеку придется бежать, наверное, часа два, если вы готовы два часа бежать в таком среднем темпе. Если вы хотя бы раз бегали в своей жизни два часа. Только тогда, может быть, стоит регистрироваться на полумарафон. А как, собственно, попасть на эти соревнования, что нужно сделать? Значит, чтобы попасть на это мероприятие, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрироваться, есть сайт hightrail.ru, можно пройти, зайти в раздел информации и зарегистрироваться. Также можно на социальных сетях в группе Лига High Trail и также на Facebook есть страница мероприятия. Также я создал группу в Одноклассниках и ВКонтакте, группа Лига любителей High Trail. То есть туда заходите, вся информация есть, регистрируйтесь потом. Если вы относитесь к бесплатным категориям, то есть, например, на сегодняшний день это инвалиды первой, второй, третьей группы, это кому 60 лет, исполнилось и старше, также это у кого день рождения выпадает на 27 марта, я уже не помню перечень, они участвуют бесплатно. А все остальные, и фан, естественно, 500 метров, и фан 4 километра, бесплатно участвуют. А дистанция 12 километров и полумарафон платный. Оплатить можно билетом ПМР, на билете ПМР и доминалка Громко Банка, они уже работают, можно заходить, спокойно оплачивать. Рановато у тебя, Саша, был день рождения. Надо было месяц подождать. Думаю, в этом году попробую конкурсы на попадание на бесплатное участие на максимальной дистанции, но чуть-чуть попозже, пока время не успеваю. Но это будет обязательно. Игорь, давай сейчас поговорим сезон, мы только в ожидании начала соревновательного сезона, поговорим про прошлый год, несмотря на то, что у нас была пандемия, большинство мероприятий были отменены, но беговые все-таки были, по понятным причинам, там не было ни залов, это даже не на стадионе, это просто вдоль шоссе, либо на природе. Точно на карантинном расстоянии друг к другу лежали. Да, как все проходило, насколько это было безопасно, были ли какие-то неприятные случаи, или все прошло так, как и планировали. Значит, мероприятия проводились на улице, соответственно, возможно, заразиться было минимально. Соблюдались все меры безопасности, эпидемиологические, значит, дистанция полтора метра или свыше, одевались маски, вернее, если ближе, чем полтора метра, одевались маски, смазывались руки специальными средствами. Был медперсонал на всех мероприятиях, проверяли температуру, ну, все как положено. Поэтому не допустим. То есть, ни случаев ни одного не было за прошлый год, какого-то там криминального или какого-нибудь медицинского, все хорошо. В прошлом году вы когда бегали, то вокруг вас были очень красивые места. И возле Красногорки вы там бывали, и в Днестровске. В этом году какие-то у тебя есть такие амбициозные планы? Может, хочешь покорить ты север республики? В путье мероприятий выложен календарь на сайте hightrial.ru. Один из мероприятий в году – это и плавание отдельно в Днестровске. Это, естественно, триатлон в Днестровске, также это доатлон. Он впервые, вот в следующем мероприятии в апреле, будет в Кицканском, возле Кицканского, как это правильно, обелиска, будет старт-финиш. И это кросс-доатлон, то есть это бег и езда на велосипеде по пересеченке. Это впервые тоже проводится, буду набирать опыта, интересно. То есть и много трейла, много езды на МТБ. И, естественно, это север республики. Это такие интересные места, как я сам там ни разу не был. Валя Динкулу, Стройенцы и так далее, и так далее. До Ибаны. Езжай, Игорь, там красиво, тебе понравилось. Ну, супер. Я уверен. То, что забеги по виноградникам – это вообще, я думаю, что у нас будет пользоваться большой популярностью Индия. Когда еще побегаешь по Индии? Вот я видел у тебя там в календаре забег. В принципе, это не так далеко от Красногорки. И природа одинаковая. Да, да. Это май месяц, ночевка. Первый день будут ездить на велосипедах МТБ, а второй день я планирую трейл-бег. А что это за велосипедом МТБ? Это горный велосипед, то есть для пересеченной местности. А трейл, давайте уже раз… Объясним, да. У нас в словаре объяснение. А трейл – это бег по пересеченной местности. То есть там, где нет асфальта. Ну вот в прошлом году ты освоил дуатлон, да, это когда совмещаются два вида соревнований – велоспорт и бег. В эстафете это разные люди были. Кто-то вместе проводил и на велосипеде, и беговой. Когда уже будет полноценный триатлон, когда к бегу и велоспорту добавится плавание? Триатлон, кстати, сейчас очень популярный. Ты хочешь тоже, да? Заплыть как следует. Я планирую сначала попробовать, ну попробовать, провести, не попробовать, а провести плавание отдельно. Набраться немножко опыта, это будет начало августа. И в конце августа, начало сентября уже будет триатлон Днестровский. Уже ребята, участники участвовали в прошлом году, всем понравилось. Дистанция великолепная, место великолепное. Я говорю, это начало сентября, сотрудничаю с Федерацией триатлона Молдовы, внесены мероприятия по триатлону Днестровского календарь. То есть, надеюсь, и гости будут, и уровень немножко повыше стал. Что-то от меня зависит. Есть, скажем, есть пару заготовок таких секретных. Как бы, все увидите уже в сентябре, в августе. Супер, Игорь, спасибо тебе за организацию. Мы призываем всех наших зрителей записываться на соревнования, не сидеть дома на диванах, двигаться. Я уже зарегистрировался, кстати. Вот, берите пример Саши, и пусть вам всем повезет. Игорь, и тебе удачных соревнований и удачного начала соревновательного сезона. Спасибо большое. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Эта фраза не про бег, а про бокс, но она отлично подходит к нашему следующему сюжету. Отправляемся на пасеку. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok